Сегодня на примере квартиры я покажу и расскажу вам, как сделать планировку и организовать два рабочих места в квартире, в которой не хватает комнат. Так вот, как это организовать, как правильно сделать планировку, смотрим до конца. Итак, передо мной квартира во вторичке. Это вторичный рынок Санкт-Петербурга. И ребята прислали мне планировку вот в таком виде. По сути, это план БТИ. Даже с такими чертежами я умею работать. Эта квартира предназначается для семьи из четырех человек. Мама, папа и два ребенка. Для начала посмотрим, что это за квартира. Вот вход в квартиру, есть прихожая, она же холл, вот такой большой неправильной формы. И это является проблемой с точки зрения дизайна, потому что оформить это будет невероятно сложно, я бы даже сказал невозможно. Здесь есть три спальни, то есть две детские и спальни для мамы и папы. Есть небольшая кухня и очень маленькая гостиная. Проблема заключается в том, что нету кабинета, то есть лишнего помещения. Собственно говоря, в этом и заключается главная проблема. Проблема этой планировки. Некуда поставить рабочие столы с компьютерами. Я напоминаю, что это необходимо сделать и для мамы, и для папы, потому что работают они из дома с утра до вечера, с понедельника по пятницу. Так называемая удаленка. Сейчас я покажу вам свой вариант, что у меня получилось, но прежде давайте порассуждаем, что будет, если не делать изменений в планировке. Как будет проживать здесь семья, какой сценарий жизни получится. Допустим, они приходят домой, попадают вот в эту большую прихожую, она же холл, которая неправильной формы, про которую я уже ранее сказал, что это является проблемой в оформлении дизайна. То есть вот в такое кривое пространство сделать какое-то интересное дизайнерское решение невероятно сложно. Я всегда говорю, что пространство любые комнаты нужно приводить к правильной геометрической форме, квадрат или прямоугольник. Здесь вообще какая-то непонятная фигура. В этом холле огромное количество дверей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать получается. Такое ощущение, что мы пришли в магазин дверей, а не домой. От этого эффекта нужно тоже избавляться, и в этом нам поможет планировка. Отлично, теперь следующая дверь. Далее, если мы не объединим кухню и гостиную, то получится, что семья как бы разъединяется по вечерам. Мама готовит, папа у телевизора, все это происходит в разных комнатах. Получилось ли у меня сделать вариант и сделать эту квартиру лучше для нашей дорогой семьи? Ну, конечно, получится. И вот, что я для этого сделал. Полную перепланировку. Объединил кухню и гостиную. За счет коридора увеличил кухню, гостиную. То есть, квадратные метры коридора пошли в общее пространство. Из кухни-гостиной мы теперь можем попасть в проходную комнату, в которой я и установил два рабочих места. Теперь это кабинет, из которого далее мы можем попасть в спальню родителей. Сначала гардероб с двумя шкафами, условно мужской и женский, и далее помещение с кроватью. Таким образом, благодаря перепланировке, я получил дополнительную комнату-кабинет, которая еще является буферной зоной между спальней и кухней-гостиной. Для того, чтобы она имела эффект трансформации и было удобно в ней находиться в рабочее время, не в рабочее время, я предусмотрел раздвижные перегородки. Такое решение позволило мне избавиться от кривой формы прихожей холла, которая была изначально, и сделать холл правильной квадратной формы. Здесь находится комод при входе. То есть, зашли в квартиру, у вас всегда должен быть комод, на который можно поставить сумку, бросить ключи. В холле имеется огромный шкаф на 3 метра, почти на 3,5. Из этого холла через дверной проем мы попадаем в небольшой коридорчик, в котором есть дополнительная кладовка, дополнительное хранение. А с детьми очень много различных вещей. Пожалуйста, есть кладовая. Отсюда и из этого же коридорчика есть вход в детскую номер 1, в детскую номер 2. Они одинаковые по площади. Отсюда мы можем попасть в душевую, и она же является ванной для детей. То есть, здесь есть раковина, есть унитаз, есть душевая кабина, в которую я предусмотрел поставить деревья. То есть, заходишь в душ, принимаешь его, и такое ощущение, что на Бали попал, знаете, сразу в растение кругом. По-моему, это очень здорово. Ну, по крайней мере, можно предусмотреть такую дизайнерскую фишку. В этом же помещении находится ниша, в которой стоит стиральная машина и отсек для уборочного инвентаря. Они скрыты от глаз и являют собой единую монолитную стенку, а ниже дверки, которые могут открываться. Ну, а если у вас ограниченный бюджет, повесьте шторки, и будет вам счастье. Дополнительно, такая планировка позволила мне избавиться от дверей в холле. Их здесь всего лишь две. Давай включать! Одна входная и вторая дверь в санузел. Две против десяти или одиннадцати, помните, сколько мы там с вами насчитали. То есть, это гораздо приятнее глазу. Это уже не магазин дверей. В кухню-гостиную просто проем, и в приватный отсек детский это просто проем. И еще здесь какой огромный плюс, получается, что детская зона, она обособлена от родительской. Смотрите сами. Из холла мы попадаем в детскую часть квартиры, а во взрослую часть, то есть в спальню, мы попадаем через кухню-гостиную и через кабинет. Таким образом мы как бы распределяем потоки. Это очень удобно, когда дети немножко отдельно. Кухня-гостиная. Здесь я все переначал. Поставил большой кухонный гарнитур с острова. Почему большой? Потому что здесь есть большой остров на три модуля с одной стороны и три модуля с другой. Получается шесть модулей только в острове. Напротив него находится и еще кухонный гарнитур без верхних шкафчиков. В нем мойка. Тоже на три модуля. Слева от него находится дополнительная этажерка, на которую можно поставить чайник и кофемашину и еще все, что вы захотите, любую технику. А справа три огромных шкафа прямо до потолка. В одном холодильник, в другом морозильник, а в третьем духовой шкаф-микроволновка. Можно кофемашину, если пожелаете, запихнуть. Короче говоря, много хранения. И все это в кухонной зоне очень эргономично и эстетично. Напротив кухни огромный диван по ширине 3 метра, согласитесь, для большой семьи это важно. Огромный диван, тем более эта планировка позволяет совершенно спокойно это сделать. Напротив телевизор плюс дополнительно кресло, чтобы было еще удобнее. Отдельно стоящий круглый стол. Я всегда больше и чаще выступаю за круглые столы, потому что это красивее, это удобнее. Углы вам не портят ножки. Ну, знаете, идешь так бац бедром и синяк. А тут мы этого избежали. Напротив стола стоит комод или сервант с посудой. И это очень красиво и функционально удобно. Ну и последний момент. С точки зрения композиции, то есть красоты, вся мебель расставлена правильно. Посмотрите, как стоит кухонный гарнитур, диван, телевизор. Они как бы нанизаны на одну ось. Стол с сервантом тоже стоят по одной оси. От стола к дивану, то есть в мягкой группе тоже идет своя ось. То же самое в спальне, то же самое по детским комнатам. Это все прослеживается. Почему это важно? А потому что, когда после этапа планировки мы приступим к этапу дизайн, все само начнет складываться, проявляться. Это залог успеха и будущего дизайна. Потому что правильная планировка это фундамент для будущего дизайна. А наши дизайны вы можете посмотреть на нашем сайте. Перейти по ссылочке в описании. Посмотрите, какие разные классные проекты. Почему они классные? Да потому что изначально была классно сделана планировка. На этом все, друзья. Напишите в комментариях, как вам мой вариант. Где вы находите рабочие места в ваших квартирах. Ну и ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Да пребудет с вами муза. Всем пока.